Раиса Благочиннова живет одна. Рассказывает, 41 год проработала в управлении железной дороги и всегда делала прививки. Но в последние годы у нее возникли проблемы с ногами, поэтому теперь из дома Раиса Николаевна выходит редко. По хозяйству ей помогает соцработник Лариса Сушенцова. Готовит, покупает продукты, а сегодня помогла выбраться в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку. Я, знаете, всю жизнь прививалась. От гриппа я всегда прививалась. Поэтому я отношусь к этому очень положительно. Соцработник Лариса Сушенцова тоже привита. Говорит, работа обязывает. Не хочется болеть, а тем более заразить своих подопечных. Это пожилые люди, которые входят в группу риска. Я одна из самых первых привилась, потому что я считаю, что это моя страховка на мою жизнь. Потому что я вообще очень боязненный человек, и поэтому для меня это как бы страховка. Круглосуточный кабинет вакцинации работает в 4-й горбольнице. Кроме того, прививку можно сделать в колледже имени Ляпиной. Там мобильные бригады дежурят с 9 утра до 8 вечера, без перерывов и выходных. Конечно, мы призываем всех пройти вакцинацию, но в первую очередь мы призываем людей 60+, старшего поколения. Почему? Они накопили не только жизненный опыт, но еще и, к сожалению, багаж, целый багаж заболеваний, таких как сердечно-сосудистая система, сахарный диабет, болезни органа дыхания, у некоторых и онкология. Это группа риска. Пункт вакцинации в колледже имени Ляпиной будет работать до 29 декабря. Еще один открыт в областной библиотеке по адресу проспект Ленина, 14А. График работы такой же – с 9 до 8 ежедневно. Привиться там можно как от коронавируса, так и от гриппа. Виктория Шарая, События. Продолжение следует. Продолжение следует...